Если вы работаете в такси, как и я, или вы планируете такую деятельность, возможно, занимаетесь грузовым транспортом. Для такой работы вам необходимы документы. Одним из таких документов является путевой лист. Собственно, связанные с ним всякие махинации приводят к большим проблемам и штрафам. Я вам хочу порекомендовать одну компанию, которая несет гарантии за свою деятельность, за те документы, которые она вам делает. Это компания Такси Документ. Собственно, ниже будет контакт этой организации. Можно будет им позвонить, узнать полный комплект и стоимость этих услуг. На первое оформление можно будет получить 500 рублей скидку по промокоду БАТИВДЕЛЕ. Ну а теперь погнали смотреть ролик. Так, ну а теперь я уже могу сказать всем привет. Мы на канале БАТИВДЕЛЕ. Меня зовут Руслан. Собственно, недавно я сидел в Инстаграме и на странице БМ-сервиса, такого популярного уже и очень известного с хорошей репутацией сервиса по переклейке машин такси. Ну и, собственно, по автовинилу. Увидел, что они делают печать нового бренда Яндекс.Такси. Мне стало, во-первых, интересно, когда он появился вообще, как он выглядит, как это на готовой машине смотрится и какая разница. Там же в Инстаграме я им написал, сразу записался на ближайшую переклейку. Ну и приехал к ним оклеивать машину. Помимо оклейки машины у меня было еще несколько проблем. Они накопились у меня с зимы. Возможно, кто-то во дворе мне немного притер зеркало. Там осталось вот такие, были небольшие ссадины. На фото будет видно. И с левой стороны ГОСТ золотой немного стал пузыриться. Но этот ГОСТ у меня с самого начала. То есть в машине уже где-то год и четыре. И, собственно, вот только первые какие-то проявления после оклейки произошли. Собственно, клеился я сам точно так же в БМ-сервисе с самого начала. Давайте сейчас посмотрим кратко примерно, как происходила вся эта оклейка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, сколько раз я уже был в БМ-сервисе. Я порой ходил в столовую вниз или зависал где-то в зоне отдыха, где там есть телевизор, можно посмотреть фильмы. И вот в первый раз я тут в зале, где происходит вся работа. И нашел небольшую штуку полезную для здоровья. Ну и решил зря не терять времени. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и финально, давайте посмотрим уже, как изменилась машина, что поменялось, что добавилось и стало ли лучше или стало хуже. Собственно, в конце ролика, когда уже все посмотрите, можно тоже написать, какие изменения, как вам они в целом. Так, ну что, готовые верхушка у нас, лайтбокс никак не поменялся. Шашки зеркально отразились почему-то вниз. Часть вот этого бренда пропала номер телефона. И, ну, собственно, шрифт поменялся на более толстый, ну, поменялось, получается, расположение Яндекс.Го.Такси. Поменялся здесь тоже шрифт, стал более заметный. Появилась у нас вот такая буква Я. Партнер сервиса несколько раз менялся. Это, по-моему, снова вернулось обратно. И что меня, конечно, удовлетворяет, что мне понравилось. До этого заднее стекло, вот это основное, за что я ставлю прям плюс большой, заднее стекло переделали. То есть до этого надписи закрывали задние вот эти габариты тормозные. Ну, и, собственно, могли привезти дополнительно какой-то там аварий или ДТП, потому что не видно было их. Вот. Сейчас сделали более компактно и более, наверное, синхронно, так, ну, как бы ровно будет смотреться на всех возможных машинах. А то на каком-то там раньше, на какой-то Optima или на какой-то крупной, там, представим, на Camry смотрелось нормально, а на какие-то маленькие машины на поло, на Rapid'е задним стеклом был ужас полный. Также что еще? Ну, вот зеркало мы переклеили, то есть стало оно такое свеженькое. Были у меня вот здесь повреждения. И на госте, на желтом, немного спузырилась нижняя часть вот эта, да, то есть она начала задираться. Там на фото я ее немного подковырнул побольше, чтобы было понятно, что это за часть. И переклеили ее. Собственно, машина смотрится максимально свежо. Сейчас клеился я в BM-сервисе. Им всякие вопросы. Можете писать, как я, в Инстаграме, или звонить, записываться, узнавать, каким работами они занимаются. Итак, в целом, что могу сказать? Спасибо всем за просмотр. Спасибо там за лайк или за дизлайк, за комментарий. Всем удачи, встретимся в следующих роликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!